всем доброе придоброе утро я тут смотрю цезарь милан или мир он как он завершит про собак общем как ну как опять смотрю пелье ходила сняла смотрите я вот этот цветок и тут не видно мы включаем вентилятор вот этот очень почти каждый день и может быть от него таки видите вот так становятся листья не знаю потому что с одной стороны нормально с этой стороны как-то не очень в общем я его сюда убрала здесь не так здравствуй чарли мама на кае да сейчас на улицу пойдем и сюда поставила свои калы но они пока не цветут пальма моя ну и вот этот мне кажется симпатично балкон мой опустел почти смотреть опустела без тебя земля выбросила все стулья которые были и лучше вот сюда поставлю вот такие ну даже не поставлю я их не хочу ставить немножко тут убраться пылюку это у меня вешалка белье сушить когда дождь я купил еще уже давно большая должна быть удобно ни разу еще не пользовалась и вот эти вот тут цветочки стоят надо вот эту всю грузику брать мои фиалочки смотрите как цветут тут у нас тут и фейкус какой смотрите вырос растет прямо не поднялась по часам тоже на него пусте вот этот надо пересадить на этой неделе и я его хочу отправить в спальню там тоже небольшой балкон есть потому что ему вообще нифига ничего он растет как сорняк видите моя машина внизу стоит там кто-то едет в общем сходила террасу помыла ну как помыла я пошла белье снимать потом гляжу там чарли делона дела наделал я их все убрала и решила тела террасу тоже помыть ну шлангов так что все у меня чисто там там тут нет тут надо пылесосить надо все делать но завтра потому что там еще стул надо выбросить до игрушки тут своего на дно уже взял раскидал сейчас пойдем пойдем оба молока и си я уже надела а дело свою одежду в котором гулять буду передача моя любимая закончена как любимый мне нравится смотреть про собак иногда плачу не так жалко собак жалко идем гулять на пляжик поедем да пипец друзья вчера купила вот такую вонючку для кожи для машины по ютубу изучала как не ее прилепить представляете какая сложная только сейчас увидела вот эту заклепочку которая вот здесь находится как вам показать благодаря ютубу правда изучала я никогда таки не вешала вот заклепочка нашлась но он блин я ем мороженое не очень удобно так вот сейчас прилепим иду и чтобы не было скучно читаю ваши комментарии что какой тут ветерок не знаю может быть не слышно меня но если не слышно потом удалю и расскажу вам следующий раз а а сейчас попробую я почему-то думал что здесь не будет в общем читаю комментарии и давно хотела рассказать про права как я их получила и тут как раз комментарии такой в общем права я получила не знаком девять лет назад и после того как замуж вышла сразу пошла и на права сдавать на права сдавать я кстати мечтала всегда что буду водить машины моя когда я взяла за руль я офигела как мне это нравится я очень люблю водить машины ну вот особого знания языка не было тем более вот этих всяких машинных терминов автомобильных да и у меня где-то месяц ушел на то что я изучала язык то есть какие-то там газ тормоз руль вот это вот эти все слова в тест у нас здесь как здесь теории практика ну как везде в принципе да теория это тесты ходишь в автошколу но там где-то 7-8 уроков тебе дает преподаватель по часу по моему я свой случай вам рассказываю других автошколах может быть чуть по-другому в моей так кстати авто что авто школа была новая вот и ходишь ну неделя наверное где-то вот на уроке которые преподают преподаватель книжки какие-то там тоже дают стоила мне это вот эта теория где-то 140 евро по-моему вот месяц я учила язык а второй месяц я именно вот тесты ходила на тесты раз ой час в день ну пять дней неделю час в день и так вот я месяц ходила 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 эти тесты учила 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 они такие тесты легкие но знаете с заковыркой с подлавкой какой-то там тебя под под ну вот такие вот заковыристые тесты потом у нас экзамен значит в порту с и приезжают много учеников со всех ближайших маленьких городков деревень вот и экзамен тоже дают листок с тестами и вот ты да всего тебе дается на все обучение три попытки то есть либо ты два раза сдаешь теорию одну практику либо один раз сразу сдаешь теорию потом тебя две попытки на практику я сдала экзамен с первой попытки у меня была одна ошибка допускается три это в испании разрешено алкоголь в крови но алкоголь в крови разрешен новичкам там допустим один бокал пива а те кто больше трех лет водит или четырех точно не знаю 23 бокала пива вот так где-то да но все это в милили миллиграммах в крови в общем такая путаница но вот я на этом кстати и попала я и вот у меня одна ошибка была и потом самые деньги начинаются в практике где нужно платить потому что каждый урок идет прям на меня каждый урок практики у нас стоит от двадцати евро за практику а минимум ну как минимум можно хоть за два урока взять да если умеешь водить но 22 от двадцати и выше уроков надо брать как показывает практика на моих подругах и на моих знакомых я не помню сколько у меня было практики но по-моему тридцать четыре урока я брала вот по двадцать евро считайте сколько это выходит и вот столько вот мне стоили многим другим больше требуется третье меньше но я сдавала два раза первый раз вы так смешно было все ну села и вообще мне учитель всегда говорил что я хорошо вожу машину и и летом это было и я значит экзамен все мы едем как всегда нервные естественно выпить не валерьянку ничего я не стала пить и потому что говорю сейчас успокоюсь до такой степени что уснул но это мне не помогало вот и значит он мне мне мы едем вот это машина вот это машина и он мне говорит там вот где у нас алькампу говорит ехай на пляж ну я поехала по той дороге которую я знала по которой редко кто ездит в общем она не это там и машина то не ездит он мне даже учитель говорит я понимаю что ты местная что ты знаешь лучше дороги говорит и я там что где то ошибку совершила даже не поняла где он говорит но но специально наверное меня завалили но говорит ты типа не сдала ну не сдала и не сдала взяла еще недельку уроков и через неделю уже сдала мне не казалось это трудным теория тоже мне не казалось трудной тем более мне все ребусы вот эти загадки нравятся единственная вот проблема у меня была язык но через месяц я ее говорю мне ушел месяц на изучение всех этих терминов вот а практика вообще хотя я ее два раза сдавала но это практически все два раза сдают потому что заваливают специально такие экзаменаторы так что вот такая вот у меня кстати у кого права у нас у меня вот подруга у нее права с россией были она тоже должна была за чтобы их как легализовать такого в принципе то нет ей нужно было опять сдавать то же самое экзамены ну естественно ей было легче потому что она умеет водить правда я не знаю она теорию тоже сдала быстро а практику не знаю сдала я не сдала надо спросить и она вот тоже несмотря на то что у нее есть российские права она должна была сдавать на испанский тоже все то же самое что и мы единственное что есть наверное уроков меньше теории возьмет потому что умеет водить так что вот такой вот мой рассказ надеюсь ответила на ваш комментарий про права знаете не надо ничего бояться у меня сейчас подруга тоже одна танюшка моя кстати сдала теорию очень сильно она боялась тоже очень что-то там все думал не получится сдала без единой ошибки представляете так что не надо бояться вопросы не такие тяжелые но вот они с подтекстом скажем так ну не нужно по как говорится как нужно думать иногда логику включать вот так а так все легко и просто зенотик маленький так что сдавайте не бойтесь машина без машины вообще не представлять сейчас тебя без машины вообще я раньше думал знаете думал нафиг она мне нужна все равно у меня муж куда хоть надо мне туда и отвезет нет вообще это небо и земля потому что какой муж я вот села и поехала не дожидаясь его ничего что он там делает где он там делает по барабану отправила смс-ку когда приедешь и все в магазин тоже так же на пляж тоже так же а раньше ой отвези меня на пляж он на пляж мне не очень любит ездить а я обожаю вот отвезет сидит ждет пару часов я тоже нервничаю потому что и а сейчас села поехала и никаких проблем такие вот у нас дела я уже почти подхожу к финишной прямой жарко вот пахнет жасмин смотрите жасмин как он пахнет надо мне кстати посадить на балконе у себя такой жасминовый куст мне сестра помню на день рождения дарила мне в парикмахерской это был жасмин он вырос очень большой но я его потом удалила от него столько грязи ну как каждое воскресенье идем пиво побыть ну и покушать я вообще хочу сегодня мне что-то желание возникло для курицы гриль вот в этот бар идем я спрошу может одну пиво выпьем да курицу гриль смотрите я пью вот такой санди называется здесь вот сколько алкоголя даже одного процента нет это пиво с лимонной водой но вкус как у лимонада такой вкусняшка ну и первый этап это мига с жареной манкой с рыбкой типичный типик испанишка как бы говорится мы уже дома поехали в один бар который вот я вам показывала мне там вообще не понравилось как-то не вкусно было и мы поехали потом в другой в проверенный уже там поели рис ну так они же маленькие порции это же вам не полный рацион рацион или как это сказать в общем чтобы наесться нужно не знаю штук шесть наверное их съесть такие закусочки и приехала сварила себе капусту ой капуста заметно да кукурузу и буду сейчас лопать кукурузу пальцем ее так пробую пробую горячая или не горячая у меня соль закончилась вообще закончилась есть соль которая такая диетическая так что завтра не забыть надо соль купить а 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 офигительная прогулка получается да за что а а до в этой вот куче покрасился в красном. И был очень смешной. Но сейчас я его несу, потому что эти колокола его нервируют, и он их боится. Тяжелый гад. Все, Чарли, давай ты пешком. Мама, ясно? Ясно? Ну, ясно? Маму, все ноги уже расцарапаны. Ну, ну, пацан, надо. Блин. Гулять мы вышли очень поздно. Около девяти, представляете? Такая жарища на улице. Страсть. Ведет, идет. Раньше зимой в четыре выхожу гулять. А сейчас полдевятого. Вообще язык прикусил еще. Такая жвачка вкусная была. Что себе хапнуло пол языка. В общем, все как обычно. Силовые нагрузки у меня есть в виде Чарли. Лего почти от дома тащу на руках. Потому что, не знаю, наверное, службы начинаются в это время. Ну, сейчас он тут ляжет и будет лежать. Знак протеста. Вот, пожалуйста. Знак протеста. Он сел и будет сидеть там. Вот. Лег. Это так он протестует. Погулять вышло на свою голову. Я-то о нем забочусь. Думаю, не гуляет. Ну, и себе жиры растрясти. А тут что-то воскресенье какое-то. Мы хотели на пляж поехать. Но там столько народу. А я много народу не люблю. Мы договаривались вроде бы с родственниками. А они там с другими родственниками встречаются. Тоже, знаете, не хочется. чтобы ни вашим, ни нашим в общем, дома остались. Хотя муж шел в футбол смотреть. Это его больная тема. Футболист. В плане телевизионном. Маму? Гляньте, он не идет за мной. Проверенный способ. Проверенный способ работает. Ого, какая приткая собачка здоровая. Ну, видно, что щенок, но большая. Он работает. Надо бегать бегом. Так что, надеюсь, что тут он не вывалится. И не будет у меня до любым. Смотрите, как у нас уже темно. Арбузик ела. Ну, я и у часа пять ела. Я сейчас чай завариваю, который вот этот вот с конским хвостом, или как там его называется, кола-де-коваею, который ликитовую, ой, жидкость выводит из организма. Сейчас вообще пухнешь от жары. Утром просыпаешься. Вот. И чернику намылась. Черники. Черника-термоголубика. И вот такой у меня будет ужин. Включу какое-нибудь кино. Наверное, все-таки включу этот вентилятор. Жарко, душно. Что, я вышла из душа? Из прохладного душа я уже песню хорошую. Слышите? Поплакала и вновь, фиалка расцвела. Ну, это, конечно, украинская песня, но я не знаю. Поплакала. Ну, все понятно, да? А вообще, знаете, на какую песню подсела? Вообще. Господи, мне песня теперь перебивает. Алкоголичка. Фу, ну я вся теку. Несмотря на милое личико. Эй, ты мама отличника. Ай, видели видео? Я не могу. Я смотрю ее. Мама отличника. Я ржала, так не могу. Вот они там друг друга. То трек какой-то пошлет, то отошлет. Ой, ну не могу. Вот как, знаете, большая цыганская семья. Все ругаются. Ну, я даже такого и не думала, что может быть. Оказывается, может быть. Представляете, мир такой большой. И этот YouTube так всех соединяет. Всех что-то ругаются. Как, честное слово, как семейная пара. Или большая семья, которые поругались, помирились, поцеловались там. Чуть ли они в тюрьму друг друга отправили. Ой, блин. И вот за всем этим мы и наблюдаем. А что? Зато есть над чем поржать, скажем так. Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Смотрите. Обтекаю вся. Чо кремом мазалось называется? Поехали. Поехали.